Семья, которая выезжала из Рубежного. Сына, ну, по-моему, спасибо вам, Белый Сын. Чехолечко, чехолечко. Потому что кто-то камеры боится. Они пострадали при выезде, попали под обстрел, да? Да, но вы стреляли в машину. Специально расстреливали. Сына, отца, получается, в машине осталось полностью все. Загорелся мотор, загорела машина. У нас ребята, солдаты ЛНР, подтянули под забор, завели в обваловку. Оттуда уже мы БТВ вывезли на Красноярск. На Новую Краснянку, Красноярск, Красноярск, она на Вайдаре, с Новоярдарой сюда уже. То есть у нас тут бабушка, дедушка, без документов и самый маленький. У нас сгорели документы, не усели с машины, за это мы обстреляли. У дедушки три ранения, у меня плечо уже оскольчатое по голове. Дети целые, у бабушки рука повреждена. Мы приняли решение их вместе, чтобы они выступили. И вот этот период социальной помощи, я думаю, что это время они будут находиться у нас. Пока вопросы социальными службами, документами, вас использовали как живущие, или вы просто выезжали? Нет, у нас с города выезда нет. То есть вот они по окраинам позанимали в домах первые этажи. Мы хотели выехать на Кременую, на Лиман. А дальше выше первого этажа живут люди, да? Ну, они до третьего этажа пытаются позаниматься. Там другое, там было, да, мы были где-то на траке, на заре. Ну, все, спасибо. Гематомы. У сына пришло сообщение, у него подружка, у нее отец, танкист, ну, котой старого. И я сегодня в срочном порядке видела, но хотят что-то не поймать. Ну, по крайней мере, то, что маме написали. Ну, а вообще, как отношения к вам вот тех, кто занимает первые этажи? Они могли расстрелять в любой момент. Там люди подошли, помочь им еды принести. Они сказали, что идите, пожалуйста, отсюда, пока они не расстреляли. У меня автоматная очередь. Идите, там сюда расстреляют. Отношения... Они у нас и БТР оквозили, и у каких-то Камбазов, куда-то дурал. Ну, да. А куда вы взяли? Ну, у нас у БТР по статье, да, вот, да, вот, ну, получается. БТР у нас красную красненку новую появились. Там нас, получается, до середины, там нас трошки обработали. А потом уже на Урале, в Красной. На Урале. Потом уже мы, в Айдаре. В Айдаре мы там трошки отдохнули. И сюда, и сюда. В 12 часов ночи меня уже тут хирург обрабатывал. Так, что ж ночи, деда, вас супер обрабатывали. Как все, что? С утра мы уехали. Это уже не важно. Важно то, что вы остались живы. Важно то, что вы сейчас находитесь в безопасности дома. Спасибо вам, конечно, всем за внимание. У меня за помощь оказана нам. Очень помогали, очень-очень. Очень. Все нам помогали. Спасибо, Евгений был. И люди тут все лежат в больнице. И врачи, и медсестры. Это бесподобно. Все помогали, все хорошие. Добрый желатый. На самом деле мы стараемся. В общем-то и идем туда, чтобы освободить нашу территорию от того фашизма, который там, в общем-то, процветает. И залужников, у которого находились все вы. Вот они, ребята, кажут, что вас. Говорят, что стреляли в кровь. А кто такой кровь? А они говорят, что это украинская армия. Вот и думай, кто. Сказали, будут украинцы. Нас защищать, а они разстреливают. Нас. Далее областях сказали, оружие берете, идете защищать. А вот расстреляли 150 человек. Все еще на беремене. В городах разрешено пойти в инкомат, получить оружие. Если ты залазишь. Это заключенных, да? Мем гражданским. А заключенным вообще, если согласен воевать, амнистия. Ну и как они, воюют заключенным? Или занимаются мародерством? Больше вероятности, что, наверное, мародерством. Последний день, когда заходили домой, у нас квартира, так вот. Мы этого этажа, да, пытались вскрыть. Выломали двери. Вот мы тоже на окраине, под балконом, как в казах. В казах стоял. Ну они, если в центр города выехали, на украинском танке, пострелял и уехал. Потом рассказывают российские военные, что со всем уже идут. Они свое же расстреливают полностью. Изнутри, ну, диверсии или как. Так, стрелял, дядя. Да. Ну а люди, как это настроено, что? Разные. Не отпускают людей, да? У людей нет возможности выходить. Не выпускают, да? Ну, между городами на свой страх и риск. Как мы их движем. Ну, это имеется в виду североподелочку, я попою. Да, мы между собой отрежем. Спасибо большое. Они дороги поминированы. Там дороги поминированы. Они когда отходили, ну, я так понимаю, насыпь там, наверное, понакидывали. Разброс. Сейчас она именно по дороге так конкретно лежит. У нас девчий Дрищево, то есть, ну, с рубежного на северодонежку проезжающий Дрищево. 25 числа вот так вот на мини-семья подорвалась. Ну, в общем-то, вы уже у нас, не переживайте. Вот мы будем заботиться о вас. Да, сейчас окажут вам всю необходимую медицинскую помощь. Все, мы вместе. Пока что здесь побольше. Вы на своей земле. Мы дома. Поэтому не переживайте. Все, позаботимся о вас обязательно. Вы наши люди. Мы вот туда, в общем-то, не идем, не захватывать, а освобождать как раз таких, как вы. От вот этих фашистских элементов, которые там... Будем думать, будем думать, как это все делать. Безусловно, все это очень сложно. Воевать, когда прикрывается мирным населением, вы же понимаете. Наверное, в общем-то, на себе это все прочитает. Ну, у нас мы сначала в дом. Ну, тут в спину сына, в форме, раненый, ну, влетит и лежит горит. Вы представляете? И нельзя тянуть его, чтобы он не горел, чтобы было, чтобы похоронить. Прям на них. Там какие-то шмудаты стоят и кричат. Текай отсюда, сейчас вас и вас расстреливают. И правда, и бабах, и бабах, и с конца. То крупнокалиберный пулемет, то просто пулемет. То автоматом крест. Да, у нас наши юнормейцы, в общем-то, подготовили вам подарки. Ну, типа такая же. Все, черт.